Вот, ну что, хочу представиться, кто меня еще пока не знает, да, Фаниджей, вот так вот получше, нормально, значит, кто меня не знает, зовут меня Гусева Татьяна, вот, я директор, являюсь директором своей структуры, проводим мы нашу планерку для нашей структуры каждый понедельник в 11 часов, рассматриваем различные темы, Сегодня поговорим о том, как эффективно работать без блокировок, вот, но, но вначале добавим немножко лирики, да, перед тем, как перейти к самой теме, значит, есть какие-то заповеди, правила успеха, значит, первое правило у нас будет, это возьми ответственность, значит, всем понятно, что когда мы приходим работать, да, Ответственность мы несем в первую очередь не только перед теми людьми, которых мы сюда приглашаем, но и перед самими собой, да, мы же чего хотим, мы хотим добиться успеха, мы хотим зарабатывать хорошую зарплату, какие-то хорошие денюжки, да, ну и нужно, конечно, понимать, для чего мы сюда пришли, не очень понимают тех людей, кто приходит и начинает работать, и делает какие-то заказы, и какие-то действия совершает, и все бросает, да, ну, я считаю, что они не ответственны. Дальше, подчини страх. Через этот этап проходят все, вот, наверное, каждый из нас, и даже, возможно, не по одному разу через него прошел, мы боимся, что не получится, мы боимся общаться с людьми, боимся, да, созваниваться, боимся того, что какого-то успеха даже люди боятся, да, вот этот страх нужно тоже преодолеть, нужно его пережить, вот, и успех тогда обязательно наступит. Дальше, поставь цели. Цели. Все мы примерно понимаем, к чему мы движемся, чего мы хотим и к чему мы идем. Вот ни на одном вебинаре мы тоже это разбирали, то, что цель, конечно, грандиозная, большая, она впереди, но шаги к ней нужно разбивать на какие-то этапы. Тогда будет легче идти, вы будете четче понимать, чего вы хотите. Составь план. Вот план, да, вот планы какие-то, как сказать, действия, которые мы совершаем каждый день, нужно свои действия планировать, да, то есть составляем план. И ему следуем, что с утра мы, например, сели, открываем странички, мы начинаем с рекрутинга, дальше мы прорабатываем структуру, дальше мы, например, оповещаем о заказах, дальше нам нужно, например, посмотреть какой-то запись, ну, какой-то школы, да, на которую мы не смогли прийти, или которую мы себе отметили, но не досмотрели или не поняли до конца. То есть нужно планировать свои действия и, конечно же, действуй. Если вы себе что-то распланировали, если уж вы решили стремиться и расти быстро, то нужно действовать, нужно это все осуществлять, а не сидеть сложа ручки и ждать, пока спонсор вас выведет, да, на какой-то уровень. Контролируй. Как мы знаем, одних регистраций мало, и просто регистрировать людей – это тоже мало. Людей нужно контролировать, под вами растет структура, нужно контролировать их действия, нужно контролировать их работу, и свою, конечно же, тоже, это в общем. Верю в успех. Так, все это, конечно, хорошо, но без веры в успех и без веры в себя наши действия зачастую становятся неэффективны, потому что эмоциональная составляющая, да, это тоже один из аспектов успеха. Молись. Ну, каждый это воспринимает тоже по-своему. Мы все люди разные, мы работаем с 26 странами мира, да, религии у нас у всех разные, мировосприятие у всех тоже разное. Ну, обращение к высшим силам, да, за поддержкой, ничего никому не помешало, а, скорее всего, что напротив. Дальше, создавая отношения. Придя в проект, мы здесь не просто работаем, да, мы здесь строим наши выстраиваемые отношения, да, потому что близкое и тесное общение с нашими партнерами очень помогает в работе. Если вы будете близки, если вы выстраиваете теплые дружеские отношения, то, конечно же, это поможет не только вам, но и поможет всем людям, которые к вам пришли. Им будет легче раскрыться, им будет легче начать саму работу. Поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. И, конечно же, момент – совершенствуйся. Все наши школы, вебинары – это хорошо, но помимо всего этого прочего, есть еще и какая-то информация в интернете, есть книги. Я вот, например, как люблю, как сказать, уплотнять свое время, да, потому что его катастрофически на все не хватает. Вот, если я занимаюсь каким-то рекрутингом, да, в данный момент раскидываю объявления или набираю друзей, вот, или со своими страничками там какие-то другие действия провожу. Очень удобно, например, включить какую-то онлайн-аудиокнигу. И просто ты делаешь свою работу и параллельно слушаешь какую-то информацию. Ну, точно так же можно и вебинары какие-то включать, прослушивать. Очень удобно. И переходим непосредственно к тому, ради чего мы сегодня собрались. Значит, наш план на сегодня. Выбираем соцсети, антиспамеры используем и поговорим о одноклассниках. Значит, для начала выбираем для себя актуальные соцсети. Основные, конечно, соцсети, где большинство людей присутствуют, где люди активны, это ВКонтакте, это Одноклассники, Фейсбук и Мой Мир. Вот, вы можете выбирать для себя любые. Можно работать и сразу во всех, если у вас достаточно на это времени хватает, и опыт, то что самое главное. Но удобнее всего, конечно, работать в двух сетях для начала. Сегодня поговорим о одноклассниках, и вторая какая-то у вас должна быть на выбор. В одной только соцсети ограничиться не нужно, потому что соцсеть – это вещь капризная. Сегодня она может с вами хорошо работать, а завтра вы можете там потерять свои странички, или она вам ничего не даст делать. Да, вот тут уже кто опытный, знает, что это такое. Значит, в нашей работе, когда мы работаем, мы, конечно же, не можем писать одним людям один и тот же текст и сидеть его без конца набирать. То есть у нас у каждой есть какие-то текстовые файлы уже сохраненные, да, мы наши сообщения копируем, но со временем это сообщение становится заспамленным. Или вас за рассылку спама тоже заблокируют, да, или заморозят. Поэтому используем антиспамер. Вот, ссылка на него, кому неудобно, можете даже просто в браузере своем набрать «Антиспамер для сетевиков», и он выходит. Вот, и что касается эффективности нашей работы, тоже обращаюсь ко всем новичкам. Дорогие, да, наши, когда вы приходите, вот, пожалуйста, не ленитесь. Если вам спонсор, ваш наставник говорит, что, пожалуйста, делайте странички, а это самое начало, когда вы приходите в работу, то, пожалуйста, делайте. Если вы считаете, что вы сделали 2, 3, 5, и это много, и вам этого хватит, а вам говорят делать 10, 15, вы пугаетесь, ограничиваете тем количеством, которое вы для себя, ну, сделали, да, например, 5 страниц, ну, поверьте, этого очень мало. С 5 страниц можно работать, но у вас будет мало регистраций. Скорее всего, вас быстро заблокируют, потому что вы будете с них выжимать максимум, да, все, что они могут, смогут вам дать. Поэтому делайте сразу, например, 10 страничек ВКонтакте и 20 страничек в Одноклассниках дадут вам в полной мере хороший объем, полный объем работы, хорошие 3, 4, 5 даже регистраций в день. Значит, переходим мы к нашим Одноклассникам. Как создавать страничку, я останавливаться не буду, да, наверное, каждый это знает в той или иной мере, или у нас есть информация на эту тему. Значит, исходим из того, что у нас 20 страниц в Одноклассниках. Берем, например, сегодня работаем с 10. Вторая десяточка у нас стоит, отдыхает, мы ее не трогаем. Эмилия, как нет возможности, нет номеров свободы? Имейте в виду, нет номеров свободы на сайтах по созданию для виртуальных номеров? Сайтов очень много. Есть не только сайты с виртуальными номерами, есть и сайты с готовыми страничками, где можно купить. Если по всем пробегаться, то на каком-нибудь обязательно найдете. Если не найдете на данный момент, можно попозже зайти, но обычно в течение дня где-то есть пополнение. Вот, значит, Одноклассники, страница ваша должна быть с вашими личными фотографиями, и не с одной, а с несколькими. Ваша страничка должна быть, ну, симпатичная, да, оформленная, вот, оформленная, да, и что касается, да, личных фотографий, и ваши лица тоже, если вас зовут, ваше имя и фамилия их, и пишите. Не нужно какие-то фейковые там названия придумывать для себя, нужно писать даже и название, например, там, Татьяна Фаберлик, тоже этого не нужно. Вот как вы есть, так и пишите. И я вот недавно тоже столкнулась с ситуацией, да, вот в ВКонтакте, правда, ну, это суть та же самая. Вот у меня много страниц, а какая-то одна из новых была, я, видимо, поторопилась, поставила только одну свою фотографию, а остальные забыла добавить. Ну, конечно, картинки там какие-то у меня появились. И вот у меня пришел отзыв на объявление, мне пишут, привет, фейк. Я, конечно, говорю, почему я фейк? А он мне пишет, а у вас одна фотография, ну, мол, не своя. Я пришлось, конечно, давать ссылки на другие страницы, да, чтобы человек убедился, что я – это действительно я. Ну, и, конечно, я наполнила остальными фотографиями, чтобы было ясно, что это не какие-то картинки с интернета, просто фотографии, а я реальный, настоящий, действительно живой человек. Поэтому странички свои оформляйте как должно быть, своими фотографиями, фотографиями нормальными, живыми, не какими-нибудь там, где вы вдалеке, или там с рюмочкой, либо в купальнике, а открытыми нормальными фотографиями, располагающими к общению. Значит, зашли на страничку. Первым делом вы пробегаетесь по всем моментам, вот, которые сверху стрелочки указывают, да, вы смотрите оценки, кто вам поставил, вы смотрите гостей, оповещения просматриваете, обнуляете, да, сообщения, если какие-то есть. Если есть у вас время, вы заходите в видео, да, можете даже не просматривать, на какие-то нажимать и ставить классы. Это для модератора. Вы делаете видимость работы обычной страницы, да, как обычного пользователя. То есть, все это вы проверили, и дальше уже начинаете непосредственно, ну, саму работу, да, какую-то. Под вашей главной фотографией внизу есть раздел «Вы знакомы». Вот там находятся друзья ваших друзей. Иногда там бывает какое-то другое раздел, то есть, вы сверху нажимаете «Одноклассники», страничка обновляется, вы снова опускаетесь вниз, и снова, и видите этот раздел, вы знакомы. Вот оттуда советуют приглашать друзей. Но пока страница маленькая, пока там людей еще немного, а даже их бывает, что и много, но найти людей онлайн там не всегда получается. Поэтому на крестик нажимаете, выключаете, и списочек у вас поднимается наверх, и те люди, желательно живые, то есть, не люди-продавашки, а обычные пользователи, если они горят желтеньким, это означает, что они находятся в сети из компьютера, вы их приглашаете в друзья. Но таких людей немного. Поэтому что мы делаем? Мы идем в группы. Тоже, где группы находятся, наверное, все знают, если кто не знает, вот на картинке на скрине видно. Мы заходим в группы, и мы можем выбрать из тех групп, что есть, либо написать какую-то тематическую группу, где, скорее всего, ну, наш контингент, да, скорее всего, мамы с детьми, да, в основном они ищут работу и нуждаются в дополнительном заработке. Поэтому мы пишем мамочке в декрете, либо там детки, какие-то там детский массаж, например, или там как воспитать ребенка, детские игры, ну, что-то вот тематическое, где находится мама. Вам на выбор попадают группы, вы заходите в группу, в любую из таких, и увидите, и увидите участники. Значит, под участниками вниз опускаетесь, видите представленных вам людей, обычно группы большие, они могут быть и больше, там, тысячи человек, несколько тысяч человек, если группа раскрученная, да, они обычно тематические, все такие. И оттуда начинаете открывать, то есть правой кнопочкой открыть в новой вкладке, открываете тех людей, кто светится онлайн, кто светится с компьютера, не с телефона, а с компьютера. Если таких мало, то для разбавки можете, конечно, добавить и тех, кто светится с телефона. Вот так вы проходите каждую страничку. Значит, люди, немножко я здесь что-то съехала, значит, люди у вас в новой вкладке открылись сверху. Что вы делаете? Вы на первую вкладочку переходите, ставите класс под фотографии и приглашаете в друзья. Закрыли. Оказались на следующей вкладке. Поставили класс, закрыли, ну, пригласили в друзья, закрыли, и так все проходите. Чтобы вашу страничку, конечно, не дернули, не нужно доводить до лимита. Лимиты в одноклассниках, если честно, я вам скажу, я даже как-то и не знаю, у меня это все на уровне интуиции происходит. То есть, ну, примерно человек 10-15, даже 15 многовато, вы приглашаете. Ну, вот в среднем 10-12 человек пригласили. Это не считая тех, которых вы пригласили под фотографии из раздела «Вы знакомы». Пригласили, все, ушли на следующую страничку. И вот таким вот образом вы обрабатываете каждую страницу. Обработали вы все свои 10 страниц. Ну, насколько у вас на это времени ушло? Ну, в среднем там, если 10 страничек, ну, пускай 30-40 минут вы на это затратили. То есть, в течение этого времени люди вас уже пригласили, вы возвращаетесь на свою первую страницу к тем людям, что у вас добавили. Заходите в оповещение и смотрите, что вас добавили в друзья, приняли вашу дружбу, там, та-та-та-та-та-та-та, да? И вы точно так же, правой кнопкой мышки, да, на первого человека нажимаете и выбираете «Открыть в новой вкладке». Так вы открываете 6 человек. То есть, с одноклассников вы пишете сообщения только с шестерым. 6 сообщений в сутки, не больше. Это для того, чтобы вас тоже не заблокировали. Значит, вы открыли, получается, 6 вкладочек сверху. Тоже это для того, чтобы вы не переборщили с количеством. И идете в первую вкладку. Пишете сообщение первому человеку. Сначала возвращаетесь в антиспамер. И, значит, что в этом антиспамере у нас есть? Вот оно, наше окошечко, вот это. Первое. Вы туда вставляете свой текст, который вы собираетесь отсылать. Вот эти вот две галочки сверху ставите, использовать букву такую-то, заместо такой-то. И внизу на серую длинную эту кнопку получить уникальный текст нажимаете. И под этим окошком, внизу есть точно такое же окошко, где появится уже ваш обновленный текст с замененными буквами. Вы его оттуда копируете и идете на свою страничку к вашему человеку и отсылаете ему этот текст. Значит, сообщение должно быть кратким. Не нужно писать сообщения длинные. Читать их люди не любят. И, скорее всего, не будут делать этого. Поэтому сообщение должно быть кратким, но содержать максимум информации. К человеку также вы, конечно же, старайтесь обращаться по имени. Поэтому скопировали и имя вставили. Значит, что мы пишем? Вот примерный текст сообщения. Я им работаю тоже периодически. У меня несколько текстов, я их меняю. Вот, значит, здравствуйте, поздоровались. Здравствуйте, например, Светлана. Спасибо за дружбу. Меня зовут, например, Татьяна. Я являюсь лидером компании Фаберлик. Можете писать, например, свой статус, свой уровень, кем вы являетесь. Можете просто написать, что вы лидер компании Фаберлик. Хочу пригласить вас в свою структуру. Что вам это даст? Человек должен понимать, что он с этого получит. Что он вам это даст? Высокие доходы, карьерный рост, стаж, пенсия, возможность передачи бизнеса по наследству, материнские выплаты. Потом вы объясняете человеку, что он испугается, он ничего в этом не понимает, он не знает вообще, что это за работа. Поддержка ему нужна. Тут вы уже сразу ему пишете об этом. Я лично буду вас вести, обучать, подписывать под вас людей, гарантирую, что выращиваю из вас директора и выведу на хороший доход. Вложений нет. То есть люди сразу боятся, что сейчас у них начнут что-то просеять, что-то заставлять их покупать. Вы сразу им об этом пишете. Вложений нет. Регистрация бесплатная. Вас заинтересовало мое предложение. Вот примерно ключевые моменты, о которых должно говорить ваше сообщение. Их нужно людям писать, их нужно включать в свои сообщения. Сообщения периодически меняете, но основные эти моменты должны присутствовать. И, значит, на каждой страничке, каждому человеку, дальше этих вкладок вы это написали. Шесть вкладок закрыли. И в оповещениях удалили этих людей. Оповещения оставили свои пустыми, чистыми. Все. Для следующего раза вы свою страницу подготовили. Это один из способов работы. Через личные приглашения. Есть еще другой. Через статус. Но говорю сразу, что за статус блокируют. Поэтому, если вы готовы рискнуть, вы можете попробовать. Если не готовы, то можете ограничиться просто сообщениями. Потому что, если в ВКонтакте, например, мы можем работать через группы, то в Одноклассниках этого мало. Этих групп мало и, как бы, ну, не получится у вас сделать объем. Люди вам не будут откликаться. Поэтому в Одноклассниках очень хорошо работать через личные приглашения. Но можно работать и через статус. Значит, мы в статусе, что мы пишем? Точно так же. Минимум текста, максимум информации. Например, официальная работа, не выходя из Одноклассников. Пенсия, стаж, передача по наследству. Материнское вознаграждение 54 тысячи рублей за рождение ребенка. Занятый 2 часа в день, без продаж и вложений. Регистрация бесплатная. Если вы заинтересовались, ставьте плюсики в комментариях. Стучитесь в скайп такой. Вот примерный текст. Картинку какую-то красивую ставите. Так. И что такое, значит, статус? Как с ним работать? Мы должны на этой картинке отмечать людей. Периодически можете бросать в наши чаты, чтобы вам его прокачали, поставили плюсик свои люди, да, чтобы была видна какая-то динамика. Но для того, чтобы вас видели, мы что делаем? Отмечаем на этой картинке друзей. Не чаще одного-двух раз в неделю. Не более двух-трех человек. Значит, вы выбираете отметить друзей. И из предложенных друзей, которые у вас есть, выбираете, ну, скорее всего, лучше продавашек отмечать. У них очень много друзей. Частую это несколько тысяч. И они, когда вы их отметите на страничке, их друзья это увидят, заинтересуются, придут, прочитают ваш статус и поставят вам плюсик, скорее всего. Не отмечайте конкурентов. Старайтесь смотреть, кто, кого вы отмечаете. Если это человек из конкурирующей компании, то не рискуйте, он может на вас пожаловаться, да, и вас заблокирует. Поэтому не нужно этого делать. Обычных людей, просто из друзей, стараться тоже не отмечать, потому что у них чаще всего друзей около ста человек. И поэтому, как бы, ну, не факт, что кто-то из них заинтересуется. Поэтому старайтесь выбирать продавашек. Ну, и для разбавки, конечно, можете и обычных друзей отмечать. Значит, отметили. Там, допустим, вечером или на следующий день зашли, у вас стоят плюсики. Вы опускаетесь вниз на эти плюсики, заходите в друзья, ну, в гости к этому человеку, пишите ему точно такое же сообщение, и под плюсиком ставите класс, и пишите «Ответить». Ответила в личном сообщении. То есть вы обрабатываете свои вот эти вот заявки. Вот это работа со статусом. Но, еще раз повторяю, со статусом работаем не чаще одного-двух раз в неделю. А так работаем с личными сообщениями. И, значит, что мы должны делать? Вначале говорилось о том, что у нас должно быть хотя бы 10 страничек ВКонтакте либо в другой соцсети, и, значит, 10-20 в одноклассниках. Мы чередуем соцсети. Вот вы 1-2 дня поработали с одноклассниками, все, оставили их в покое на следующие 1-2 дня, и ушли в ВКонтакте. Но, знаете о том, что, что значит оставили в покое? Вы больше не приглашаете с этих страниц, вы больше не рассылаете никому, даже тем людям, которые приняли вас таки опять в друзья, потому что кто-то принимает позже. Вот. Вы просто обрабатываете странички, вы принимаете заявки от тех людей, кто к вам просится. Вы разговариваете, переписываете с теми людьми, кто ведет с вами диалог, то есть кто-то отзывается на ваши заявки и сразу на ваши приглашения. Вы их обрабатываете, вы с ними общаетесь. Но сами никого не приглашаете, и сами никому не пишете. И запоминаем, что еще, тоже информация, запоминаем, что общаемся и переписываемся в одноклассниках, особенно по поводу работы только с друзьями, с людьми, кто у вас в друзьях. Если вы написали, если человек заинтересовался, или вы плюсик вам в статусе поставил, или человек вам сам написал, или человека вы пригласили, он принял вам в дружбу, и вы ему выслали информацию, а потом заходите и видите, что он от вас удалился, он у вас уже не в друзьях, больше не нужно, ничего ему не пишите. Вы уже понятно, что ему интересно, он ничего не хочет, вы его потревожите, он вас заспамит. Поэтому оставьте, отпускайте таких, достаточно других людей, кто соглашается, и кому это интересно. Вот таким образом, если вы будете чередовать соцсети, если вы не будете выжимать максимум своих страниц, что они могут дать, вас блокировать не будут, вы не попадете в поле зрения модератора, и ваша работа будет налаженной, стабильной, и странички ваши вам будут служить долго. Поэтому сегодня вы в одной соцсети, завтра, послезавтра вы в другой. Остальные дни вы просто пробегаетесь и смотрите какие-то новшества, какие-то новости на своих страничках, кто вам что написал. Вот это весь, в принципе, сегодняшний вебинар, вся наша сегодняшняя школа. Сложного в этом ничего нет. Обычно наши школы по одноклассникам на общих занятиях, они какие-то более такие объемные, более какие-то такие, так скажем, замороченные, но я работаю вот так. Это тот минимум, который можно делать со страничками. Больше от них ничего не требуется. Они и так вам дадут то, что они смогут дать. Люди вам будут откликаться, и у вас будет идти хорошо регистрация. Как работать в ВКонтакте, я думаю, все знают. У нас это есть и видео есть, и способы работы тоже предложены. Так что сегодня у нас мы разобрали вот эту вот тему, потому что все спрашивали, все интересовались. Теперь вы знаете, как работать через приглашение и знаете, как работать через статус. Жду вопросов. Как сделать заказ набора по флешмоб? Это, наверное, Александра, мне так кажется, в разделе для товаров для бизнеса есть. Вот там надо смотреть. Вот. Оль, видишь, пробовала в группу подать объявление в одноклассник. Не нужно этого делать. Не нужно. В группах, да, в обсуждениях, но как-то все равно. Я вот уже раньше пробовала писать в группах в одноклассниках. Во-первых, время вы свое задействуете. Ну, группы должны быть тематическими, это понятно. Но вы задействуете свое время, тратите на это, и как-то очень мало оттуда. Лучше, знаете, периодически пробегаться по друзьям и ставить им классы. Люди потом будут смотреть, это как бы называется пассивный рекрутинг, да, люди будут смотреть, кто вы такая, что вы там поставили, и видеть какую-то информацию на вашей страничке, заинтересуются, лучше и вам сами напишут. Ну вот, пожалуйста, тоже вам спасибо всем, что пришли. Вот наша тема была сегодня такая. Если, девочки, вопросов нет, я с вами прощаюсь на сегодня. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok